Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, истинный Бог наш, молитвен Печистос, Своей Матери всех святых помилует и спасет нас всех облак, и человека любит. Иаков умер, и Иоанн остался, Иоанн, а ему уже 80 лет. Спекуляции какие были, собственно говоря? Вот уже. Вот уже. Ну сколько может мужик еще прожить, протянуть? 50 лет нет, 40 тоже нет, 3. Он родился по плоти, чтобы ты родился по духу. Итак, слыша об этом рождении Христа, не подумай, что слышишь о чем-то маловремя. Не имеющее к нему прямого отношения. А потом говорится в 2045. Оно было так дивно и чудно, что и ангелы, составив хвалебный лик, воздали за него славу, за целый мир. И пророки задолго прежде изумлялись о том, что Бог явился на земле и обращался между людьми. Порока Варуха, 3 глава. Слыша это, воспрянь и не запозри ничего унизительного. Напротив, тому ты особенно, и подивись, что сын безначального отца, сын истины, благоволил назваться сыном Давидовым, чтобы тебя сделать сыном Божиим. Благоволил иметь раба своим отцом, чтобы тебе, рабу, сделать отцом владыку. Видишь, какое благовестие в самом же начале. Если же сомневаешься в своем богосыновстве, то уверься в нем, слыша, что было с ним. По человеческому рассуждению гораздо ведь труднее Богу стать человеком, нежели человеку сделаться сыном Божиим. Итак, когда слышишь, что сын Божий есть сын Давидов и Авраамов, то не сомневайся уже, что и ты, сын Адамов, будешь сыном Божиим. Не уничижил бы он себя напрасно и без цели до такой степени, если бы не хотел возвысить нас. Он родился по плоти, чтобы ты родился по духу. Родился от жены, чтобы ты перестал быть сыном жены. Вот почему его рождение и было двоякое. С одной стороны, подобное нашему, а с другой, превышающее наше. Тем, что родился от жены, он уподобился нам. Тем же, что родился не от крови, не от хотения мужа или плоти, но от Духа Святаго, он предвозвещает превышающее нас будущее рождение, которое он имел даровать нам от Духа. Таково же было и все прочее. Таково было, например, крещение. И в нем было и нечто ветхое, было и нечто новое. Крещение от пророка показывало ветхое, а снисхождение Духа знаменовало новое. Подобно тому, как кто-нибудь, став между двоими стоящими порознь, протянет обоим свои руки и соединит их, так точно сделал и Сын Божий, соединив ветхий завет с новым. Божийское сестство с человеческим, свое с нашим. Видишь блистание града Божия. Аминь. А кто готовился к Исподи, оставайтесь. Следующая Исподь будет 4 января, в субботу.